Уважаемые коллеги, хотелось бы, во-первых, поблагодарить организаторов за приглашение в участие в столь представительном и крайне важном форуме, на котором можно изложить свои взгляды и разработки, в том числе нестандартные. Уважаемые коллеги, начиная с отцов-основателей физики, Анакса Городи, Макрита, Пикура, Химеда, Галилея, Ньютона и по настоящее время человечество не имеет, к сожалению, физического основания ни одного закона физики и последующих наук, естественно, и ни одной константы, ни одного фундаментального свойства. Из четырех основных вопросов, задаваемых бытием человеку, откуда или что, кто, куда, как, зачем, мы отвечаем по мере своих сил только на вопрос «как». Остальные вопросы либо игнорируем, либо сводим к ответам, типа «это свойство материальных тел неизвестно чем обусловленное, масса притягивается, заряды электрических и магнитных притягиваются, отталкиваются, взаимодействуют с известными, но непонятными полями, фотонов безинвестиционно двигаются со скоростью света и так далее и тому подобное. Как комедия Мольера, почему Морфию усыпляет? Морфию усыпляет, потому что обладает усыпляющим действием. И дальше. Это провело к тому, что накопилось громадное число парадоксов и фактов, которые невозможно объяснить с точки зрения современной науки. Мы вынуждены описывать поведение природы, как правило, непонятным образом, говорил Фейнман. Но есть и более резкие определения современного сложившегося положения выдающимися учеными. Я выделил бы три группы физических феноменов, необъясняемых пока существуемыми физическими и иными теориями, включая философские. К первой группе относятся многочисленные эффекты парадокса, лежащие на стыке взаимодействия предметно-вещественного мира и полей различных видов. К ним относятся эффекты сверхформодивности, фера и антиферомагнетизма, фермижительственные явления. В настоящее время список первой группы пополнился невъяснимыми парадоксами взаимодействий представителей микромира, прежде всего электронов и фотонов. Это превращение парных фотонов в опытах Фейнмана по дифракции электронного излучения и более зашъенных экспериментах, описанных Хорганом, парадокс Вольберса, эффект Фаземира и многие другие. Вторую группу феноменов и парадоксов, ждущих теоретического объяснения и понимания их физической сути, является некоторое взаимодействие предметно-вещественного мира. Это опыты Кеннерда, неизвестные опыты по электромагнитной индукции Родина, феномены космофизических макрофлуктаций Симона Эльича Шноля, опыты Миллера, Кантера, Бермана и Бабиока и ряд других. К этой же группе следует отнести и так и непонятые нами, к сожалению, с физической стороны современной науки и общеизвестные явления гравитации, взаимодействия зарядов, электрического тока, магнетизма. Смотревшись, нетрудно заметить, что эта группа находится на стыке макро- и микромира. Третью группу парадоксов, она взят, составляют непонятки паранормальных экстрасенсорных способностей и возможностей человека, ну можно добавить, а также животного и растительного мира. Их 17 видов, нам известно. Здесь также довольно заметно, что феноменальная область этой группы находится на стыке взаимодействия особой материальной субстанции мозга с микромиром, пока невидимой и осознанно неосуществляемой как непосредственно, так и с помощью приборов, опыта и наблюдения его частью. Приведение всех трёх групп к общему знаменателю позволяет заметить общим, который является один и тот же участник, микромир, проявляющийся достаточно внятно лишь пока в виде различного вида полей, без носителей, которых мы не знаем, и фотонов, как одного из представителей составляющих. Изредка мелькают нейтрины с пока непонятной ролью, параметрами и возможностями, до сих пор неуловимый гравитон, о котором все мы пока молчали. Я убеждён, что такое положение сложилось, потому что человечество вновь попало в ловушку очевидности, своего рода геоцентричности, только в гораздо более сложном виде, я называю это матеревоцентричностью. То есть роль оси мироздания, как раньше в глазах астрономов занимала Земля, сейчас в глазах учёных, в первую очередь физиков и философов, занимает материя в виде вещества, поля, объективной реальности и тому подобное. В результате рождаются самые изощрённые современные теории, своего рода эпициклы, которые позволяют не объяснить и понять, а делать расчёты и создавать или пытаться создавать новые приборы, инструменты и машины. Назову основные из них. Теория относительности Эйнштейна заменила теорию тяготения, тоже без агента была, Ньютона, искривлением пространства и времени, не прояснив, что же такое эти самые пространства и время, исключив тем самым возможность понимания многих фактов. Попытку понять и суть содержания пространства постоянно делает то нарождающаяся, то умирающая теория эфира, о которой говорил предшествующий докладчик, о которой много говорили и Максвелл, ну, начиная с Аристотеля и Ньютон, и Эйнштейн. Сейчас эта территория находится в стадии нового зарождения и развития, правда, в основном в России, что, впрочем, не позволяет ответить на основные вопросы, а что же это такое эфир? И чем он лучше или хуже безвелико укривляющего пространства? И какова его связь со временем, физическая суть которого также совершенно не проясняется? Следующий крылаз теории составляет полевые теории от Фарадея, Максвелла и Ленца до Шипова и Акимова с их теорией физического вакуума или теорией торсионного поля. К сожалению, они обладаются несколькими серьезными недостатками. Во-первых, не могут определить и объяснить физическую природу полей, их носителей, а во-вторых, по мере развития все более превращается в сугубо математические изыскания, приводящие, в конце концов, к появлению вещества из ничего. Не менее изощренным математическим изыском являются пять самостоятельных теорий суперструн и их продолжение М-теория, матричная теория и ряд других. Отсутствие видимой их связи с реальными физическими процессами пока превращает их, несмотря на фундаментальные претензии, в математические трюкции, абстракции, которые, тем не менее, на мой взгляд, имеют очень глубоко запрятанную реальную подоплеку. И, наконец, очевидно, ближе всего подходящая к отражению судней реальности квантовая физика с ее последними разделами-теориями запутанных состояний, конгеренции, квантовой информации и одиннадцатомерной супергравитации. Ее теоретики, на мой взгляд, сделали очень верные выводы, цитирую их по Доронину. Основной вывод, к которому приходит квантовая теория, можно кратко сформулировать следующим образом. Материя, то есть существо и все известные физические поля не являются основой окружающего мира, а составляют лишь назичную, незначительную часть совокупной квантовой реальности. Действительно, согласно моим легко проверяемым расчетам, видимый нами материальный мир составляет всего 13 десятимиллионных процентов всей реальности. Однако, оторвавшись от гео в виде материи и полей, как особого вида материи, квантовики не нашли гелева, что ведет их в полный местицин вроде таких, опять цитирую Доронина, нелокальный квантовый источник реальности, который находится вне пространства и времени, который нематериален. Нематериальное состояние, ничего просто не существует, это пустота, нелокальное состояние. Самое интересное, что во всем этом заключается в том, что подобные утверждения звучат на фоне реальных физических опытов квантовиков, реально работающих квантовых криптографов и компьютеров реально живущих экстрасенсов. Создаваемая мною субсациональная трансцендральная полиректика уже сейчас, в начале своего развития, с очень слабым математическим аппаратом, я откровенно вам говорю, способна, на мой взгляд, разъяснить суть накопленных парадоксов феноменов и вскрыть их физико-энергоинформационное содержание. Однако это только первый шаг. Вторым является безбрежной возможностью совершенствования техники, создания принципиально новых направлений в энергетике, информатике и других. Широко применяемая в настоящее время стандартная модель, сложенная по кусочкам за последние 60 лет, имеет 19 свободных параметров, в том числе масса частиц и силой взаимодействия с двумя частицами, 36 кварков и антикварков, множество субатомных частиц, такие глионы, Янза, Милза, босоны Хиггса, о которых вспоминали, W-бозоны, Z-частицы и ряд других. При этом стандартная модель не замечает гравитации, и ей нужна для гравитации общая теория относительности, которая по всем критериям противоположна стандартной модели. В СТП, я называю сокращенно свою разработку, все эти противоречия устранены. На входе здесь всего два параметра, π квадрат и скорость света, твердо обозначенных и стабильных. Рабочих частиц 32 и 135 связующих, часть из которых совпадает со стандартной моделью. Но это не самое главное. Найдено простое уравнение. Сережа, вы... Придется писать, что ли? Такая у вас есть там? Ну, она так есть, введена. Вот на конгресс, вот там вот, смотрите. По серединке конгресс нажмите. Вот туда заноси, вот папка, вот здесь, смотрите. Так. Конгресс, по середине. Сережа, выведите меня. Да все, все, здесь. Жуткий. Грой, собственно. Он на верху, доклад свой. Нет, нет, нет. Так, ладно. Сейчас формулы приведут. Вот я прошу прощения. Сейчас формулы это. Значит, открыты такие формулы. Всеобщая формула взаимодействия, которая состоит из трех составляющих. Пи квадрат в степени n-4 деленная на 10 в 20 степени. Это первая составляющая. Если можно, я бы мог писать. Этот самый. Так. Должен быть. Значит, значит, первая формула, она очень из трех составляющих. Она легко читается, легко проверяется. Значит, пространственных реальностей оказалось, то есть пространственных измерений оказалось 18, от 18 до единицы. Измерений времени оказалось 6, от 0 до 5. Значит, и здесь всего два параметра, я еще раз говорю, пи квадрат и скорость света. Больше параметров нет. И с помощью, будучи дополнены еще двумя простыми формулами, всеобщей формулой цикла, многие сейчас покажут, и всеобщей энергетической формулой, уточненной формулой Эйнштейна, ну, может быть, она не Эйнштейновская действительно, но тем не менее, ее называют во всем мире Эйнштейновской, она доформлена квартнуклонным коэффициентом, квартнуклонного взаимодействия, 10,20 деленный на пи квадрат. И на их основе удалось рассчитать таблицу перевода физических ледениц во все, и друг друга, ну, во все. То есть они легко превращаются, казаться, в физические ледницы. И эта таблица ускоряет в тысячу раз расчеты. Ускоряет. То есть любую эту, ту, которую действует, нужно считать на компьютерах сутки, она позволяет рассчитать буквально за секунды. При этом выявилось, выявилось, что существует 6 энергоинвестиционных миров. Писать, если садить. Да. А стирать чем? На доске. А, вот она. Другой стирать. Какой? Этой, да? Ну, вроде бы этой. Вот так. Да. Ну, не очень. А стираешь? Извините. Ну, несовершенство все же. Несовершенство, да. Социализм виноват. Ну, ладно. Не будем делать из этого трагедию. Так. Значит, 6 физических миров выявилось. Правда, мне удалось исследовать только 3 из них. 3. Электромагнитный мир. Значит, Каждый физический мир раскрывает тот или иной аспект взаимодействия применительно к тем или иным формам существования энергии информации в объекте как форме. То есть, есть 6 видов сил, не 4 взаимодействия, а 6 взаимодействий оказалось в мире. Есть еще квартноклонное взаимодействие, и оказалось взаимодействие, которое обеспечивает мгновенный перенос информации со скоростью 10 в 30 степени метров в секунду из одного конца в другой конец вселенной. Тем самым обеспечиваются те нелокальные связи. Вот он, появился этот, и вот она. Вот она формула. Видите? Значит, А это поинтер. Ага. Что-то не то они выставили. Ну ладно. Значит, Ладно. Ну не, все, там кнопка есть. Кнопка есть. Вот смотрите, вот формула цикла. Энергия относится к скорости цикла, как сила относится к частоте цикла. Значит, Вот скорости формулы энергии. Вот здесь введен коэффициент дополнительный. Это коэффициент квартноклонного взаимодействия, Которым мы, это, чем связаны между собой кварки внуклона. Значит, и формула взаимодействия. Ну вот она немножко тут, пере этого самого, вот это 10, 20 нужно перенести сюда. А остальное, вот это вот, вот этот коэффициент перенести сюда. То есть взяли предварительную эту самую. Мерность пространственной фазы меняется от 18 до 1 включительно. И мерность, мерность этого, временной фазы меняется от 0 до 5. Значит, коэффициенты, их должно быть теоретически 108, но оказалось, что рабочих только 32, работают в природе. 32. Но в том числе выявилось две космологических постоянных, которые работают в любой точке нашей. И вот, к счастью ли это, они работают независимо от того, есть там объект или нет объекта. Они все равно присутствуют. Одна работает как пространственная космологическая постоянная, другая как временная космологическая постоянная. Они рассчитаны в этом, частично они приведены в моей статье, которая вышла в этой самой, значит, и это. Так вот, каждый физический мир раскрывает тот или иной аспект взаимодействия применительно к тем или иным формам существования энергии информации в объекте коэфформии. Есть шесть видов сил, это шесть способов их проявления субъектом, его информационно-энергетического воздействия на реальность. Есть шесть физических миров, это шесть способов восприятия этого инновационного воздействия уже объектом. Значит, по существу в основе поиска минимализма энтропии, континуума, лежит всеобщий принцип сохранения, прообразовавшийся по мере выделения размерности и появления трех видов относительности. Осевая относительность, орбитальная относительность и поступательная относительность. Значит, три всеобщих принципа отбора, развития и единства, которые, в свою очередь, разлились в нашем сознании тремя известными общинологическими законами. Переход до количества качества, отрицания и отрицания, единства, борьбы противоположностей. Вы меня ускоряете? Не торопитесь, вы можете перенести на свой второй доктор. Нет, я уже, я сейчас заканчиваю. Я заканчиваю, я чувствую, что все устали уже, и поэтому и кушать уже, наверное, хочется. По существу формула всего описывает диссипативную структуру, то есть открытую форму, эндогенно поддерживая себя в существенном неравновесном, но относительно устойчивом состоянии, за счет общей модели организации, единой мировой связи, которая при внутреннем возрастании потока энергии информации и появлении точек неустойчивости спонтанно переходит к новым формам связи, новому уровню порядки и так далее, и так далее. Эта эволюция идет, и идет, и идет. То есть развивается, Вселенная не уасает и замирает, а она развивается, все время развивается, при этом развивается циклично, конечно, возвращаясь и снова уходя, возвращаясь и снова уходя, но все в новом, в новом катисе, возвращаясь и снова уходя. И вот эти 108, 101 ритм, это мною просчитан полностью. Вот взаимосвязей возможных, возможных вариантов проявления было просчитано 32 192. Из них реальных оказалось всего 167, и 32 из них дали частицы, которые строго выстроились в строжайшуюся частичку, которая эта. А вот эта таблица, она позволяет, имея всего один параметр частицы, посчитать все остальные, очень легко, все остальные параметры частицы. Это каждому из вас доступно, взяв эту таблицу и приложив ее, так сказать, к этому самому. А эта таблица в этом самом есть. Значит, то есть, скрыта глубокая физическая сетевая логика эволюции Вселенной, как самоорганизующих ни физических, ни линейных динамических систем. И показан механизм разворачивания поединой мировой связи до теперешнего состояния Вселенной. Это у вас есть в книге, да? Нет, этого нет книги. Всего этого нет книги. То, что я говорю, в книге только рассчитаны константы. Из них рассчитаны они 12 знаков после запятой. Они полностью совпали с известными константами и уточнили даже известные константы. Ньютона, Планка, ну все шесть известны, и целый ряд появился неизвестных константов. Ну вот это космологические постоянные, это неизвестные константы. Значит, очень много появилось неизвестных константов. Но в этой статье нет сборника? В сборнике есть статья, но она называется несколько иная. И она очень узкий участок. Она называется «Универсальные константы и природные кванты единого инновационного поля мироздания». А фамилия чья? Щебанов. Моя фамилия. Щебанов. Все-таки мы должны завершить это выступление. Пожалуйста. Сурин, следующий. Скажите, пожалуйста. Да. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста. Не кажется ли вам, что в вашем построении, вот я имею в виду теоретическом построении, абсолютизируется энергия информации об ущерб каким-то другим сущностям? К тому же Богу, допустим. Значит, Бог, он отражен в моих, его, мое отношение отражено в моих книгах к нему. Бог, как, если вы хотите, я его выражу коротко. Бог – это такая же развивающая субстанция, как и мы с вами. Мы нейроны, як соны Бога. Значит, если уж так можно выразиться. Но дело в том, что Бог в начале существования в эру или в фору абсолютного вакуума, он был всемогущ с точки зрения могущества энергетического. Но он был, конечно, тогда, ну как бы он сказать, мягко. Он был тогда еще очень неумел. Спасибо. Я вынужден… Значит, у нас вторая половина дня всегда как бы продолжает основную вот наши доклады. Но если вы обратили внимание, в это же время после обеда с трех часов в 353-й аудитории собираются все те, которые хотели бы обсудить что-то затронутое на утреннем заседании. Поэтому учитывайте, что вторая половина – это как бы секционное заседание. И вопросы, которые, ну, хотели вы задать, вы можете уже более широко задавать там. Ну, а если это не по теме текущего доклада, собраться в 353-й комнате и обсуждать это все заново и всласть. Сейчас еще после доклада будет перерыв, да. А с трех часов в 353-й. Нет, еще один доклад. Мне можно садиться? Да, 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 да. Спасибо, спасибо.